Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания Коринфянам Святого Апостола Павла, 10 глава. Коринфянская церковь, как мы уже не раз отмечали, была недавно создана руками апостола Павла, и на самом-то деле, несмотря на то, что, конечно, ситуации Коринфянской церкви отличаются от данности нашей с вами жизни, есть одна очень важная связующая составляющая, а именно, мы тоже хорошо с вами знаем, что церковная жизнь для многих из нас началась относительно недавно. Я думаю, что большая часть нашей аудитории крестилась уже в взрослом возрасте, сознательно пришли в церковь, выбрали веру, как путеводили свои жизни, и, собственно, даже если крещение для кого-то, я думаю, что таких не очень много, совершила с детства, тем не менее, уже взрослая церковная жизнь, она началась уже гораздо позже. И тем самым какие-то вещи, которые конституирует церковь, а именно крещение, как исходная точка начала церковной жизни и последующая церковная жизнь, которая прежде всего связана с участием в таинствах и, конечно, прежде всего в Евхаристии, это является и для нас, и для ранней церкви очень важной темой, потому что насколько участие в Евхаристии совместимо с теми или иными поступками или проявлениями жизни, как вообще человек должен вести себя на литургии, какие нравственные требования он должен предъявлять себе перед тем, как подойти к чаше. Вот об этом еще на заре христианства писал как раз в 10 главе апостол Павел. Итак, «Не хочу оставить братья вас на видении, чтобы отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились и в Моисее, и в облаке, и в море, и все ли одно и то же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, и выпили из духовно последующего камня, камень же был Христос». И здесь мы видим, что апостол Павел тоже проводит связь, 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 которая называется типология между реальностью, которая была связана с исходом евреев из Египта, и сегодняшней церковной жизнью. И это известно о том, что, конечно, он рассматривает исход и проход через Черное море, как крещение. Но крещение не водное, не христианское, а крещение в Моисее и в облаке, и в море. А дальше ту пищу, которую им давал Бог в пустыне, он рассматривает и питье, рассматривает как то, что они ели и пили Христа. То есть, другими словами, он говорит о том, что те люди, которые когда-то вышли из Египта, они были крещены, и они имели Христа как свою пищу. Бог их таким образом питал в пустыне. Но, несмотря на это духовное наследие, немногих из них благоволил Бог, и они были прожены в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы были непохотливы на злое, как они были похотливы. Другими словами, вот, собственно говоря, такой стандартный, я бы сказал, христианский пример, который использует апостол Павел, это пример непослушания. Людям была дана возможность покинуть свое прошлое, но они, в общем-то, из-за ропота, из-за недовольства, из-за сомнений оказались поглощены пустыней. И дальше апостол Павел предупреждает, не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел и ездить, и Питер стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них благодействовали, в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а написано в наставлениях нам, достигшем последних веков. У нас сейчас, конечно, нет возможности детально обращаться к этим ветхозаветным событиям, вспоминать, что об этом написано в книге «Исход» или «Числа». Это, я думаю, можно посмотреть при желании в более подробных комментариях, или сносках параллельных. Но важно то, что апостол Павел действительно предупреждает таким образом, что человек может получить очень многое от Бога для своего спасения. Но в случае пренебрежения этим спасением он тем самым обрекает себя на гибель. «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Но предискушение даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». И речь идет, говоря об искушении, о том, о чем апостол Павел пишет в посланиях, или речь идет о том, о чем мы не знаем. Это искушение является каким-то анонимным, то есть по переписке между Павлом и Коринфской церкви это было известно, но неизвестно, разумеется, нам. Это не важно. Важно то, что апостол Павел выводит очень важный принцип, что Бог не даст искушение сверх сил, но и при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Разумеется, здесь он основывается, прежде всего, на своем опыте. Он знает, что это так. Почему? Потому что сам он подвергался, конечно, бесконечным непрерывным искушениям. Но несмотря на то, что им было трудно, тяжело, непросто, а может быть, иногда даже невыносимо, тем не менее, Бог давал ему возможность пройти все эти искушения. Он в конечном итоге освобождал апостола от них. И поэтому апостол знает это и обнадеживает Коринфскую церковь. Он как бы дает ей надежду, чтобы они в этом искушении, которое я постигла, не унывали и верили в то, что Бог их не оставит. Итак, возлюбленные мои, убегайте и до служения. Здесь апостол Павел подхватывает эту тему до служения, тему, которую мы с вами уже видели в восьмой главе. И я говорю вам как рассудителям. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело. Мы все причащаемся от одного хлеба. Итак, для кого-то из коринфских христиан, как мы знаем, участие в визитических ритуалах вполне могло совмещаться и с участием в Евхаристии. И апостол Павел говорит о том, что это несовместимо, что он выскажется об этом еще более строго. Но сейчас он просто напоминает им о том, что им, конечно, должно быть уже известно. И, по сути, эти наставления, оно носит такой катехический характер. Увы, но на протяжении апостола Павла, на протяжении послания к коринфянам, апостол Павел вынужден неоднократно напоминать о смысле назначения крещения, о смысле назначения Евхаристии, о чем мы сейчас с вами как раз дальше будем читать. И тем самым он хочет показать, что образ жизни, который сейчас выбрал для себя коринфины, он несовместим с таинствами крещения и Евхаристии. И здесь апостол Павел выводит очень важный принцип, принцип, который собирает, конституирует церковь. Один хлеб, и мы многие одно тело. И тем самым он подчеркивает уникальное значение Евхаристии наряду с другими таинствами. Вот дальше, уже в 12 главе, апостол Павел будет говорить о церкви, как о теле Христовом. И здесь он говорит о том, что Евхаристия является тоже телом Христовым. И Евхаристия делает нас церковью. Ирин Леонский приводит пример. Он говорит о том, что вода делает муку, комочки, как они соединяются, слепляются с друг другом, так и церковь, она соединяется в этом таинстве. Церковь становится церковью, мы все становимся телом Христовым в Евхаристии. Дальше он опять возвращается к ветхозаветной тематике. Он напоминает, посмотрите на Израиля, по плоти те, которые дят жертвы, не участники или жертвника. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но то, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесом. Итак, действительно, мы с вами уже знаем, мы это обсуждали, что часть Каринской церкви, те, кто считали себя продвинутыми, знающими, они, собственно говоря, и в этом, несомненно, были правы, говорили о том, что никаких идолов не существует, не существует и нет никаких языческих богов. А тем самым, собственно говоря, все языческое служение является просто профанацией. Да, оно служение, которое уходит в ничто и, по сути, свое служение ничему. Но на это апостол Павел замечает, что на самом-то деле не все так просто и не все так, как хотелось бы видеть этим продвинутым членом Каринской церкви. Почему? Потому что, принимая участие в физических ритуалах, они отказываются от подлинного, истинного и настоящего служения Богу. которые заменяются вот этой самой профанацией. Но, по сути своей, если они отказываются от подлинного служения Богу и считают для себя незазорным принять участие в каких-то языческих празднествах и ритуалах, то тем самым, отворачиваясь от Бога, они поклоняются бесам. То есть, они выбирают противоположную сторону. Это не что-то нейтральное, безобидное или никчемное. Нет. Это очень опасно для духовной жизни. Вот как бы пытаться на две стороны служить. и Богом, и в то же время принимать участие в языческих ритуалах. И поэтому он категорически возражает против этого. Не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? И так человек тем самым вступает в противодействие Богу, в оппозицию, не осознавая, не понимая, как бы раздражая Бога, искушая Его таким поведением. И апостол Павел не случайно говорит, не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую. Несовместимость участия в Харистии и участия в физических ритуалах. И дальше он продолжает «Все мне позволительно, но не все полезно». Мы помним этот тезис, эту установку некоторых искренских христиан. «Все позволительно, то есть я свободен, не стоит никаких ограничений». Но апостол упоминает «Не все полезно, все мне позволительно, но не все назидают. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого». То есть, другими словами, происходит некая атомизация Каринской церкви. Люди часто не обращали внимания на последствия своих поступков и своего поведения для других. Оно их не интересовало, было неважно. И апостол Павел говорит о том, что человек не должен искать свои выгоды, даже если ему хочется принять участие в каком-то пире, который размещается в физическом капище, он должен подумать о том, как это будет воспринято другими людьми, а не быть занят только самим собой. И еще одна ситуация, это то, что все, что продается на торгу, мы с вами уже говорили о том, что на рынках как правило продавалось мясо, которое поступало из язычьих храмов. Ешь тебе всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. То есть вот так казалось бы, с одной стороны не можете есть пить чашу бесовскую, чашу Господню, а с другой стороны все ешь тебе всякое исследование. Почему? Потому что человек не должен этому продавать большое значение. То есть одно дело добровольное и сознательное участие в каких-то языческих празднествах, в каких-то еще мероприятиях, а другое дело, когда человек приходит на рынок, и здесь нет необходимости выяснять о происхождении мяса, потому что апостол говорит, все принадлежит Богу в конечном итоге, Господня земля и исполнение ее. Если же кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Другими словами, человек не должен озадачиваться тем, откуда происходит то мясо, которое ему угощают. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, не ешьте ради того, кто объявит вам и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совет же не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судима чужой совестью? Итак, в случае, если какой-то сосед или еще кто-то, родственник зовет человека, он должен принимать участие в празднике, в пире, не выясняя происхождение того, что он видит на столе. Но, если зная о религиозных его изменениях, о его новой вере и заботе о ней, человек скажет ему, вот это мясо изложертное, тогда понятно, что если он продолжит его есть, то, скорее всего, он будет осужден за такое поведение. И апостол Павел говорит о том, что я не должен быть никем судим, чтобы этого осуждения избежать, нужно отказаться от того, чтобы есть такую пищу. Если я с благодарением принимаю пищу, для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли или пьете, или иное дело делайте, все делайте славу Божию. То есть, другими словами, человек действительно должен уметь благодарить Бога за все то, что он дает, за каждый прожитый день и за пищу, которую получает. Но не подавайте соблазна ни удеям, ни или инам, ни церкви Божьей. Так и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользу многих, чтобы они спаслись. Вот принцип, которым руководствуется апостол Павел. Да, он свободен от каких-либо ограничений, да, и может есть все, что хочет, но, тем не менее, случайно, по-моему, восьмая глава, чтобы не соблазнить брата моего, не буду есть мясо вовек. Если поведение человека каким-то образом соблазняет окружающих, если оно является преткновением на пути к вере, то лучше себя ограничить, отказаться в чем-то ни было, а не настаивать на своем, не думать о своей семиминутной выгоде или о том, что эти ограничения могут иметь какие-то последствия для меня лично. Нужно думать не о себе, а у других. И вот этот принцип, он, конечно, он очень важен, важен и значим для каждого христианина. Каждый из нас должен не искать ни собственных выгоды, а думать о том, что наше поведение, наши поступки, они должны послужить спасению тех, кто находится с нами рядом. Субтитры создавал DimaTorzok